Сургут-24 В Сургуте в этом году построят две станции переливания крови и скорой медицинской помощи. Оба объекта находятся на контроле. Мы расскажем, в какой они степени готовности. И на все 100 выпускники 11 классов на этой неделе окончательно распрощаются со школами, наградят и особо отличившихся, получивших на ЕГЭ максимум баллов. Мы узнали, каково это увидеть, заветную сотню. В Сургуте продолжают ликвидировать колейность. Участки дорог с дефектами активно фрезеруют. В субботу в первой половине дня завершится ремонт на Островского на участке от Профсоюзов до Нефтьюганского шоссе. Работы там выполняет компания Ювис. С этим подрядчиком, к слову, заключен объемный муниципальный контракт. Специалисты дорожного предприятия уберут дефекты более чем на 20 тысячах квадратных метрах улиц. Уже завершен ремонт на Нефтьюганском шоссе от Маяковского до Островского. В субботу начнут подготовку к асфальтированию от пивзавода к району ТРЦ Аура. Также в Сургуте до середины июля ожидается уберут колейность на Грибоедовской развязке Югорском тракте. Новое покрытие появится на улицах Федорова, Шедловского, Толстого. У нас еще большой объект это на Ситимоле. Дорога 16 УР. Заказчик УКС города Сургута. Большая площадь. Километр дороги. 25 тысяч квадратных метров. В данный момент сейчас проводятся работы по подготовке основания. Укладки щебеночного основания. И после завершения работ по колейности комплекс планируют переехать туда. Работы мы не останавливаем именно в городе и вообще. Если будут контракты, конечно, будем участвовать. Материалы у нас с запасом есть в наличии. Техники людей хватает для выполнения дополнительных работ, если они появятся. В этом сезоне вновь помогает муниципалитету отремонтировать дороги Сургут-Нефтегаз. Об этом рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Анна Коршунова. В этом году компания восстановит полностью улицы Монтажную и Трубную, участок Андреевского заезда от Островского до НГДУ Быстринскнефть. Работы на улице Губкина в границах от пересечения с Энтузиастов до Кольцевой развязки с Набережным проспектом завершены. Суммарная протяженность всех дорог, где градообразующее предприятие своими силами заменит асфальт, около 4 километров. Площадь 24 тысячи квадратных метров. И также ремонт участка тротуара возле автовокзала по проспекту Ленина. Мы всегда рады, что Сургут-Нефтегаз оказывает нам помощь в ремонте дорог. Существенная помощь. Работа по душе в Сургуте сегодня открыли федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадку развернули в торговом центре Агора на улице Профсоюзов. Мероприятие, название которого «Работа России. Время возможностей» проводится в нашем муниципалитете во второй раз. По итогам прошлого года, например, трудоустроились 66 соискателей. На этот раз вакансии предлагают 22 организации. Сотрудников они себе ищут, к слову, как из Сургута, так и из соседнего района. В событии участвуют детские сады, городообразующие предприятия, надзорные ведомства, мебельные фабрики и представители иных сфер деятельности. Эффективность есть от этих ярмарок. Естественно, она уже становится более традиционной. То есть это у нас второй год. Проводится это в два этапа. Региональный этап, он проходит весной в апреле, а федеральный этап – это в июне месяце. По результатам прошлого года у нас трудоустроено 66 человек после ярмарки трудоустройства «Работа в России». В основном это рабочие профессии, но не только рабочие, я имею в виду квалифицированный рабочий труд. То есть это электромонтеры, это экскаваторщики, это строительная сфера. Ну то есть те квалифицированные рабочие профессии. На площадке федерального этапа ярмарки «Работа России. Время возможностей» были представлены не только стенды работодателей. Здесь же предлагалось пройти мастер-классы. А тех, кто желает получить образование, консультировали специалисты Сургутского института экономики, управления и права. Представители бизнеса делились своими успехами открытия собственного дела при поддержке Центра занятости населения. К слову, в учреждении сейчас в поисках работы зарегистрировано 448 человек. За полгода трудоустроились 657 соискателей. Все соискатели, все работники из других регионов Российской Федерации, в том числе и молодые специалисты, бывшие студенты, так скажем, могут с полной уверенностью приезжать в город Сургут, потому что здесь они работу себе обязательно найдут. Если они замотивированы на построение, либо планирование своей карьеры. Потому что на сегодняшний день, вот буквально на понедельник я смотрела, только по городу Сургуту у нас насчитывается более 4000 вакантных рабочих мест в различных отраслях и сферах деятельности. Первый раз сюда пришла, сегодня я вообще на пенсии уже, но работаю еще. А в какой сфере вы хотели найти работу? Я по профессии экономист-бухгалтер. Ну, на данный момент, может, не обязательно по этой специальности, потому что уже зрение, без компьютера. Ну, что-нибудь будет. По своей руке ноги есть, голова работает. Поэтому хочу что-то подыскать. Я еще здесь не прошла, я только пришла. На региональный было, ну, по моему резюме я ничего себе не подобрала, потому что в основном требуются мужские специальности. В основном там машинисты, сервисные специалисты первой, второй категории, женских мало. Мне нравится такой формат, но, по-моему, я ожидала большего размаха. Хотя бы. Я заканчиваю университет в этом году, диплом получаю 8 июля. Но я еще посмотрю. Может, они просто не говорят. Две уже работы я так подыскал, слесарем по оборудованию. И если что уже не возьмут, то грузчиком пойду. В Сургуте прошли крупные антитеррористические учения. Их организовал штаб Югры. Тренировка прошла на территории Сургутской ГРЭС-2. К ней привлекли сотрудников управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы охраны, работников экстренных служб, представителей органов исполнительной власти. Цель – отработка практических навыков по пресечению условного террористического акта, а также проверка уровня взаимодействия между правоохранительными органами. По оценке руководителей оперативного штаба, все сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы. С чего начиналась торговля в Сургуте, об этом рассказали в Краеведческом музее. Ключевым центром является усадьба Галактиона Клепикова, который был одним из первых купцов, что продавал свои товары на ярмарках в конце 19-го – начале 20-го веков. Тогда в ходу была пушнина, рыба, бокалея, ткани. Позже появились в рознице чугун, сталь, железо. Сегодня Сургут – крупный промышленный центр, и эта сфера промпроизводства занимает 80% от валового городского продукта. Предприниматели сектора малого бизнеса также показывают положительную динамику. Их оборот за прошлый год суммарно равен 230 миллиардам рублей. Трудятся частные фирмы и в области импортозамещения, например, выпускают запчасти для зарубежных грузовых автомобилей. У нас производительная мощность нашего завода – это около 200 тонн металлоконструкции в месяц. То есть ориентировочно можно примерно посчитать, сколько это в день. То есть у нас производство работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сколько человек? 44 человека на сегодняшний день трудятся в нашей организации. Требуются вам наши специалисты? Специалисты требуются, да. У нас порядка 15 вакантных мест можем принять. В связи с тем, что металлоконструкции потребны в нашем регионе и есть куда расти. Всего в Сургуте зарегистрировано около 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Бизнесмены развивают объекты общепита, туризм, предоставляют услуги в области транспорта, связи и многое другое. Власти города предлагают различные виды субсидий. Новое направление этого года – грантовая поддержка для инновационных компаний. Это фирмы, которые, например, разрабатывают программное обеспечение. Компании, которые производят транспортные средства, тоже инновационные, с полным приводом, с определенными технологическими особенностями. Также это компании, которые производят некоторые элементы оборудования, то самое импортозамещение. Многие именно предприниматели Сургута делают это успешно. Либо полностью предлагая замену части оборудования или полностью оборудования, или каких-то комплектующих. В Сургуте также есть и производство коллагена, определенные инновационные решения в области медицины, образования. В Сургуте состоялась встреча представителей социального предпринимательства. Администрация города продолжает активно поддерживать это направление. Над чем сегодня работают социально ориентированные бизнесмены и какое содействие им оказывают власти, узнавала Эльза Шайметова. Социальный бизнес помогает решать важные для общества задачи. В том числе обеспечивая рабочими местами представителей уязвимых категорий жителей. В Сургуте по случаю этой даты состоялась встреча предпринимателей Югры. Организатором выступила ассоциация лидеров социальных проектов при поддержке Центра инноваций фонда «Мой бизнес», администрации города и школы 21. Основная задача ассоциации – это объединить инициативных людей, общественников, представителей власти, предпринимателей, социальных предпринимателей, просто неравнодушных людей, в сообщество, которое готово решать социальные проблемы на своих территориях, ну и не только на своих территориях, но и вообще помогать друг другу. В рамках встречи участники попробовали себя в бизнес-квизе, где в командах отвечали на разные вопросы, связанные с предпринимательством. Смогли пообщаться друг с другом и выслушать авторитетных спикеров. Цитата. «Чем больше мы коммуницируем на такого рода мероприятиях, тем быстрее идет развитие дела и решение проблемных вопросов», – поделился один из бизнесменов Данил Кравчук. Он, к слову, стал инициатором появления уже более 10 объектов спорта. Их используют как для проведения мероприятий, так и непосредственно для занятий спортом. Среди последних идей – площадка для футбола за Ледовым дворцом. Ее возводят благодаря программе инициативного бюджетирования. «Больше 10 лет мы занимаемся физкультурно-оздоровительными услугами, спортивными мероприятиями. Каждый, наверное, приходит в этот вид бизнеса по определенному запросу, по этой душевной тяге. Кто-то вообще по причине того, что, допустим, в жизни такая необходимость созрела. И конкретно я пришел, потому что у нас сформировался запрос определенного населения на занятия детьми спортом с раннего возраста, детьми-дошкольниками. И в 2015 году мы свои проекты стартанули». Социальное предпринимательство берет на себя часть некоторых обязанностей городских властей. Например, обеспечивает работой уязвимые слои населения. Администрация Сургута, в свою очередь, поддерживает таких предпринимателей. Инициативное бюджетирование и субсидирование – самые популярные программы по содействию соцбизнесменам. «Реализуя социальные направления, эти предприниматели несут значительные издержки на оборудование, аренду помещений. Потому что помещения часто большой площади и требуют определенных соответствий требований. И пожарной безопасности, и Роспотребнадзора, и так далее. Соответственно, администрация города выделила отдельное направление для поддержки социальных предпринимателей. Социальные предприниматели могут получить в отделе развития предпринимательства компенсацию затрат на аренду, коммунальные платежи, покупку оборудования, а также на обучение сотрудников». По данным на этот год, в Сургуте зарегистрировано 106 социальных предпринимателей. В 2023-м власти города предоставили 60 таким бизнесменам субсидии из местной казны. В общей сложности на 20 миллионов рублей. Стоит отметить, что Сургут – единственное муниципальное образование Югры, в котором применяется подобная программа стимулирования социального бизнеса. Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сургут-24. Долгожданную станцию скорой медицинской помощи в Сургуте подрядчик намерен сдать уже этой осенью. Медицинский объект находится в высокой степени готовности. Располагается в медицинском кластере на углу улиц Университетской и Каролинского. Недалеко от клинического центра охраны материнства и детства. Кроме того, рядом строят еще и станцию переливания крови. Для скорой помощи организуют два заезда и выезда. Это позволит как миновать пробки, так и выезжать спецмашинам в любом из доступных на этой развязке направлений. Появление нового объекта разгрузит три другие подстанции. Нынешняя, центральная, на улице профсоюзов сейчас несет на себе основную нагрузку. Это здание не типовое, здание приспособленное. И площади, конечно, в настоящий момент они уже не удовлетворяют нас по количеству бригад. Размещать их практически уже здесь невозможно. То количество бригад, которое мы планируем выдавать в городе. Станция скорой помощи нуждается в расширении. Из года в год население города Сургута растет. По данным Росстата, это примерно до 9% в год. Соответственно, нуждаемость населения в скорой помощи, в количестве бригад скорой помощи, она тоже возрастает. Контракт на проектирование и строительство, исходя из открытой информации на портале Единой информационной системы в сфере закупок, с компанией «Строинвестгрупп» заключен еще в 2021 году. Стоимость работ тогда зафиксировали на уровне 372 миллионов рублей. На площадку подрядчик вышел в мае 2023-го. Специалисты возводят не только помещения для сотрудников скорой помощи, но и станцию переливания крови. Работы идут параллельно. Готовность первого объекта оценивается выше 80%, второго – около 60%. На станции скорой помощи построены рабочие помещения, центр оперативного отдела, медкабинеты, просторный гараж, а также комнаты отдыха, душевые, столовая. Также здесь разобьют небольшой парк. К благоустройству уже приступили. Вот если пройти с той стороны, мы там уже начали, вот ту сторону, уже бордюры выставили, то есть у них это тоже быстро все делается с колес. Все инженерные сети уже проложены, предчистовая отделка тоже сделана, осталось финишную покраску, ну такое, где плитка еще осталось сделать. А так здесь, в принципе, уже практически все сделано. Подрядчик намерен сдать станцию скорой медицинской помощи досрочно, не в декабре, а уже в сентябре. Станция переливания крови будет передана заказчику в конце текущего года. Оба объекта находятся на постоянном контроле. В июне здесь побывала окружная делегация во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Югры Русланом Кухаруком. На этой неделе стройку посетили общественники, депутат Думы ХМАУ Ольга Леснова и представители политической партии «Единая Россия». Они напомнили, что оба медицинских учреждения являются важными социальными компонентами и входят в карту развития Югры. Мы, конечно, не можем проконтролировать качество отделочных материалов, качество сваев, дороги, которые положат. Но мы можем смотреть ход, что делается, на каком этапе, когда это завершится, для того, чтобы горожанам, людям этот объект очень важен, социальный объект, для того, чтобы он был вовремя сдан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На все 100 основная волна экзаменов для выпускников 11 класса подошла к концу, а значит, что большинство учеников уже знают сумму баллов, которые они набрали при аттестации. Так Екатерина Телепина, которая выбрала для сдачи химию, была уверена в идеальном результате. Девушка и написала экзамен на 100 баллов. Это самая высокая оценка уровня знаний выпускников. О своих заслугах ученица говорит скромно и утверждает, что такой итог – заслуга преподавателя. Мне было не сильно тяжело, потому что мне был интересен этот предмет. Я с 8 класса уделяла ей внимание, потому что у меня был очень хороший преподаватель, благодаря которому у меня и возник этот интерес. Мне кажется, что у меня попался достаточно очень хороший вариант. Я просто сидела и была даже в шоке, что такое мне может попасться. Но очень простое. Вот это одна из самых сложных задач, мне попалась та, которую я решала уже. Так что мне, в принципе, очень повезло. И плюс я много всего делала. Ее учитель и наставник Никита Волков, напротив, утверждает, что Екатерина дошла до таких результатов самостоятельно путем усиленных занятий. Сам педагог преподает в школе 6 лет. Это его первый выпуск 11-классников и уже такой успешный. Дети, признается учитель, сами тянутся к знаниям. Моего задача направить это желание в правильное русло. Это заслуга детей. Это дети работали, они к этому пришли. Я эту информацию дал, а они ее взяли и применили на деле. Это мой первый выпуск 11-классов, поэтому у меня не с чем сравнивать. Но для меня они в любом случае всегда лучше. На базе школы, к слову, оборудованы современные учебные пространства. Есть вся необходимая аппаратура для изучения естественных наук. А потому ученикам в разы интереснее получать новые знания. Педагоги стараются донести детям все, что знают сами, чтобы их мечты о высоких баллах и успешной будущей карьере впоследствии стали реальностью. Отмечу, что образовательное учреждение всегда славится высокими результатами ребят на государственной итоговой аттестации. Вместе с Катей у нас этот выпуск дал результат по профильной математике 75 баллов. А сдавало у нас 69% выпускников этот экзамен. И если мы сравним российский показатель 56 баллов, то 75 баллов – это высочайший результат, который вселяет в нас и в ребят надежду, что их образовательный маршрут, индивидуальный, будет успешен. И они выберут тот путь, о котором мечтали. Но не просто мечтали, а трудились. Впереди учеников ждут торжественное вручение аттестатов и выпускные вечера. Последний, к слову, состоится уже в эту субботу. Масштабные алые паруса в этом году проведут в стенах Ледового дворца спорта. В программе для 11-классников традиционно предусмотрены шествия по красной ковровой дорожке, творческая программа и выступления хедлайнера выпускного вечера, блогера и музыканта Амирчика. Те, кто совсем недавно переступал порог образовательных учреждений, теперь смело смотрят в свое светлое, но пока неизведанное будущее, где ребят ждет еще не один экзамен. Мария Лиланян, Анастасия Петрова, Денис Зонов, Сургут, 24. Плюс пара объектов. В Сургутском районе в систему дополнительного образования планируется войдут еще две спортивные школы. Сейчас подобные атлетические секции посещают юные жители Лентора, Солнечного, Федоровского, Нижнесартымского, Барсова, Белого Яра и Ляминой. Список расширится, к ним добавятся учреждения, что работают в сельском поселении Ульт-Ягун и деревне Рускинской. Там для ребят станут доступны занятия по северному многоборью и боксу соответственно. В Сургутском районе функционируют в настоящее время три спортивные школы. Готовится к переводу в систему дополнительного образования еще одно учреждение. Это Белорусский спортивный комплекс. С 1 октября 2024 года уже будет осуществлен набор на этом объекте. В лицензии наших спортивных школ включено 21 место, которое дает право осуществлять образовательную деятельность. Это общеобразовательные учреждения и спортивные объекты, как ведомства района, так и поселения. Несмотря на то, что юридическое лицо будет зарегистрировано на базе, на территории Белого Яра, нам не мешает реализовывать дополнительные образовательные программы в других поселениях. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Хороших вам выходных. До свидания. Помимо доступа к сети интернет и кабельному телевидению, интернет-провайдер-метросеть уделяет большое внимание безопасности своих пользователей. Причем не только в виртуальной, но и в реальной жизни. Сейчас, когда лето в самом разгаре и хочется думать только об отдыхе и предстоящих путешествиях, метросеть готова взять на себя часть заботы о безопасности детей, домашних питомцев и имущества. Услуга видеонаблюдения поможет удаленно, через приложение, наблюдать за тем, что происходит дома или на детской площадке. Согласитесь, когда мы знаем, что дома все в порядке, дети под присмотром, тогда нам, взрослым, гораздо спокойнее. Поэтому сейчас мы с радостью помогаем нашим пользователям организовать видеонаблюдение как в квартирах, так и на преддомовых территориях. Например, на детских площадках и парковках. Подключая услугу видеонаблюдения для дома, у каждого пользователя появляется доступ к онлайн-мониторингу видеокамеры с любого устройства через мобильное приложение «Метродом». Камеры можно просматривать как в режиме реального времени, так и воспользоваться архивом записей. Все чаще видеонаблюдения стали устанавливать в офисах и на предприятиях. Ведь с его помощью можно не только обеспечить безопасность на рабочих местах, но и удаленно координировать бизнес-процессы, а также наблюдать за вовлеченностью сотрудников. Причем все необходимое оборудование можно купить или взять в аренду у провайдера. И, конечно же, о безопасности в интернете команда метросети заботится всегда. Специально к летнему сезону провайдер запустил новую, востребованную и весьма полезную опцию «Родительский контроль». С помощью опции «Родительский контроль» взрослые смогут контролировать, а самое главное – регулировать время, которое ребенок будет проводить в интернете. Активировать данную опцию можно в личном кабинете в разделе «Услуги». И самое приятное, что опции «Родительский контроль» клиенты метросети, у которых подключен пакет услуг «Интернет плюс ТВ», смогут пользоваться абсолютно бесплатно. Безопасности много не бывает. И тем более, когда организовать такое безопасное пространство, как в реальном, так и в виртуальном мире, благодаря метросети доступно и просто. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет! Я знаменитый суп «Том-Ям». Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в «Том-Ям-Баре». Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35. «Акватория», улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Пока козлята играли дома, одни злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова